Школа номер 20 отметила 80-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное праздничному событию, прошло в Доме офицеров территориального управления угловое. Вся жизнь Светланы Дмитриевны Казариновой связана с 20-й школой. Здесь она училась, будучи ребенком. Сюда вернулась учителем начальных классов и отсюда ушла на пенсию. Это моя вторая семья, потому что все связано с этой школой. И мое детство, и юность, и взросление мое, и становление как учителя. Все в этой школе. Самое дорогое, что есть у меня в этой жизни, это моя семья и моя вторая семья, школа моя родная. Коллектив у нас чудесный. Я помню, когда я пришла совсем молоденькой, трудно было. Были моменты, что я и плакала. Были моменты, что я думала, я никогда не справлюсь. И меня всегда поддерживали хорошие мои верные коллеги, друзья старшие. Поэтому благодаря им я и стала, мне кажется, хорошим учителем. Раньше здание школы было военным госпиталем. Но вот уже 80 лет в ней обучаются ребята с 1 по 11 классы. За годы деятельности школа выпустила 3000 учеников. Среди них 25 человек отмечены золотыми медалями, 56 – серебряными. Сегодня учебное заведение входит в пятерку лучших школ Артемовского городского округа. С 92-го года им руководит заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Шайдулина. Вы знаете, мы мечтаем дожить до 100 и потом еще зайти в новую школу. Я уже сказала нашему руководству, потому что сделали хороший ремонт. 20 лет мы точно проживем в своей школе, а на 100 лет я хотелось бы переехать уже в новую. Очень хочется. Сегодня в школе учатся около 350 детей. Каждый второй на хорошо и отлично. Все гости отмечают теплую и располагающую обстановку этого учебного заведения. Школа хоть и старая, 80 лет, и, как и Людмила Николаевна говорит, спортзал там маленький. На самом деле маленький. На самом деле все отремонтировано, все уютно, комфортно. Но я думаю, для того количества населения, которое здесь есть, здесь достаточно. Ну, она еще послужит, естественно, какое-то время. И котельная свои, и столовая у них хорошая, и спортивная площадка многофункциональная установлена. И в планах у нас благоустройство еще и территории прилегающие. Я думаю, что вообще будет неплохая школа в будущем. Тем более с таким руководством, с таким коллективом, я думаю, что все будет хорошо. Поздравить школу с юбилеем собрались учащиеся, педагоги, бывшие выпускники. Почетными гостями стали заместитель главы администрации Артема Ирина Сидорова, председатель Думы Анатолий Бадль, депутат Заксобрания Приморского края Игорь Чемерис, руководители профильных управлений. Ирина Сидорова тепло поздравила юбиляров и вручила почетные награды. По поручению главы города Авдеева Александра Владимировича и от себя лично примите эти искренние поздравления в ваш знаменательный 80-летний юбилей. Желаю педагогам новых профессиональных побед, ученикам настойчивости, терпения и трудолюбия и освоения наук в школе. В школе стабильности и процветания. С праздником, дорогие друзья! Также почетные грамоты и благодарственные письма от Думы вручил Анатолий Бадль. В адрес школы коллектива учителей и учеников прозвучало немало слов благодарности и пожелания будущих успехов. В школе как минимум еще простоять 80 лет, а ученикам всего наилучшего, особенно в период грядущих экзаменов. Я желаю всего самого святого и хорошего. В праздничном концерте с сольными номерами выступили учащиеся. На экране был показан фотоархив, страницы истории школы номер 20, День сегодняшний – учебная и общественная деятельность. Жизни кончится завтра, она у нас будет длинной, Но ты успеешь все сказать ей, пока мы молоды, школы любимы. И ты не бойся, вы слабы, она с тобой будет сильной. Жизни кончится завтра, она у нас будет длинной.